Сколько человек работает здесь? 74 человека, а здесь конкретно 10 человек. Мы же были в Истюковичу, Горке, Выхов и здесь. Ну с тех пор изменилось что-то в объемах, в лучшую сторону? В лучшую сторону изменилось. У нас сейчас уже позволило, вот уже мы за собственное средство модернизировали. У нас был бассейн открытый и только использовался 5 месяцев. А сейчас мы уже используем, круглый год уже будем использовать. Кроме этого я начинал совсем с мизера, а сейчас уже 20-30 тонн я продаю в Республике Беларусь именно в товарную. И вижу, что надо увеличить это. Несколько статистики потребления рыбы и рыбной продукции в Республике Беларусь. 2000 год 9,5 килограмм 22,12,9. Норма потребления 21,3. Импорт рыбы и рыбной продукции за 22 год. Это статистика. В Республике Беларусь 164 тысячи тонн. Если в деньгах это 500 миллионов долларов. Из них импорт свежей и охлажденной форели 9,4 тысячи тонн. Что в Могилевской области делается во исполнение ваших поручений? Ну, те предприятия, которые сегодня работают, это Белыниевский участок, Быховский, Костюковский и Горевский. Горевский мы там получаем... Ну, только форель выращиваем. Только форель. Да, да, только форель. Что мы сделали на сегодняшнее время? Вот сегодня Белыниевский участок, мы построили помещение для того, чтобы производить круглый год. Но не только для этого. Мы здесь уже начали выращивать маток для того, чтобы получать свою икру. Для этого планируем в Черикове... Но с икры мы можем малька получить? Мы уже получаем. Можем. Мы только получаем. Уже никакого малька ему не покупаем. Мы икру, Александр Георгиевич, завозим и получаем малька. А мы хотим икру получать у себя. Мы в Черикове... А лучше мы икру здесь? Да. Вот мы в Чериковском районе запланировали строительство на 25 миллионов штук малька. Предпроектная документация уже есть. Выходим на проект. Но здесь еще, Александр Георгиевич, в чем особенность вот именно этого проекта? Традиционный способ получать два раза в год икру. Мы здесь планируем получать четыре раза в год за счет изменения света. Да, получим. Получим. И кроме того, значит, Краснополе на тысячу тонн форели будем строить. Это дополнительно. Это плюс к этому. Поэтому я считаю, это хорошее направление и экономически выгодное. И в принципе... Ну, 500 миллионов импорта, это хороший рынок. Да. 500 миллионов. Мы вот хотим начать с того, чтобы построить вот такие комплексы. Уже проектная документация на этот комплекс есть. Здесь, получается, вот здесь живут матки, да? Которые... Вот это все, маточное поголовье, да. Которые мы, грубо говоря, обманываем. То есть светом, температурой воды. И если где-то могут получить икру один раз в год, то здесь мы будем получать круглогодично каждый месяц. А это позволит выращивать малька в разные периоды, чтобы подготавливать даже посадочный материал, который очень большим спросом. Здесь мы можем икру держать при температуре ноль, она не будет развиваться. Когда она надо, мы упаковываем ее в лед и самолетом можем отправить любую... То есть идет продажа икры. Да. Или в Беларуси распространение по Беларуси. Или распространение для себя. А у нас есть икра, или она идет в продажу. Сколько стоит? Вот это стоит 34 миллиона беларусских рублей. Хорошо. Мы поддержим это. Но надо это мгновенно построить. Хорошо. Сегодня спрос на малька есть, завтра не будет. Да. Так он бешен. А вот это уже предприятие, это предприятие, которое может от малька и до товарной рыбы более килограмма веса. И от малька, от икры. Это надо делать. Если рентабельно, если покупаем, почему не делать? Так мы вот этот проект уже, если все нормально, второе полугодие начинаем строить. Это выгодно. Давайте будем эти два проекта реализовывать. Мы планируем здесь два комплекса. Они примерно будут модули такие. Да нет. Нет, я имею в виду, что это только по бассейнам. Вот здесь еще. Недавно здесь была рыба товарная. Мы ее выловили, реализовали. А там мы растили рыбу меньшую. Ее стало больше и тесно. Мы сюда раз перебросили и дальше зарачивали. То есть мы воду вообще не сливали. Но это два бассейна. Они между собой не соединены. Нет, это два бассейна, но это единая система. А вот корм, смотрите. Но он кормится автоматически. А так, вот все окно. И каждый час, каждый час выпрыгивает. Она именно хватает, пока она пахнет. Он должен медленно тонуть. Здесь можно развернуть. Одного размера, а трассить, а вот здесь другой. Отсюда выловили. А потом сват как раз мы перекидываем. 20-30 грамм. У меня карелин забирает. У меня есть машины для перевозки. И он качественный. То есть он имеет кормовый коэффициент в килограмм. И он быстро растет. То есть от нуля, от икринки до полтора килограмма. Полтора года происходит. Это они на свет собрались? Да, на свет идут. И думаю, что весь вот это корм, наверное, надо. Ну, чтобы не обидеть, просили жизни. В общем, в 25-м году мы должны с губернатором тебя эти два комплекса сдать. Ну, ты сам их можешь строить. Да, я думаю... Мы тебе поможем. Это очень вас требовало. Губернатор будет прорабом, чтобы лишних денег не тратить. Мы за меньшие деньги построили. Говори мне, я буду тебе помощником у прораба. А он уже будет заказывать музыку. Ну, сделай это. Надо сделать. Надо учесть. Ну, дело же не учесть, а у денег и арендарь. В том деле, что почему мы не можем выращивать? Я не выращиваю. Все мы можем. Вот мы делаем. Ничего, ничего, ничего. А вот мы делаем готовую продукцию. Вот, например, это филе уже соленое. Кусок с кожей, мало соленое. Оно в упаковке, вот красиво. Вот наш бренд. Это копченое, да? Да. Вот это горячего копчения. Вот рыба. Вот оно. Горячего копчения. Это подкопченная тушка. Ну, то есть уже можно употреблять. Да, 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 это готовая продукция. Везде, кто не хочет, спинка получается. Вот, гранаша. Все, наш бренд. А вот горячего копчения. Сдыбка. Вот это просто соленое. Ухи, попробуйте это сейчас сделать. Это к губернатору, а это к главе администрации. Они худые, и можно с картошкой. С форелиной. Это? Да, конечно, только с форелиной. Ты, наверное, кроме форелиной не признаешь рыбы. Нет, я, может, наоборот, я не езжу. Хорошая. Твое дешевые. Этот. Центр.